Очень важная практическая задача и ее важное практическое решение, может быть, вы слышали. Есть такая процедура, которая называется QuickSort. Представим себе, ну как это объяснить в терминах, я не знаю, библиотечных, может быть, теперь это уже вы никогда не видели. Кто из вас видел библиотечные карточки в ящике? Да, ну вот, значит, когда не было компьютера, в библиотеку можно было прийти, там были такие большие стеллажи, там можно было выдвинуть ящик, и в ящике было написано, там, я не знаю, там, Афиногенов, там, Бабель, там, все стояли по алфавиту. Соответственно, если какие-то товарищи неосторожно высыпали ящик на пол, то после этого получалась катастрофа, и надо было все опять же самое по алфавиту. Но продвинутых библиотек, чтобы они не высыпали на пол, в карточках были дырки, где-то видели, вы когда-то такие карточки, тут есть дырка, а тут так есть, я не знаю, там. С дырками это, конечно, хорошо, но, тем не менее, значит, вот, в библиотеке все-таки нужна задача сортировать по алфавиту карты. Ну, или на Олимпиаде, например, сдали все школьники работу, и нужно их начать проверять. Естественно, хорошо бы их разрешить по алфавиту, ну, чтобы, например, сверки не потерялись ни каких-либо работах, чтобы они их могли найти на разборах. Спрашивается, как работу школьников на Олимпиаде рассортировать по алфавиту? Ну, вот, может быть, кто-нибудь из вас догадывается, по аналогии с этим, какая быстрая процедура это сделать? Мы получаем эту берегуру, и можно ли? Берем случайную работу. Какая-то она окажется. Дальше что мы делаем? Что мы делаем дальше? Ну, вот, нам надо первую работу сказать первую. Берем случайную, мы смотрим, если у нас есть там идея, у нас сколько-то то, сколько-то меньше. Первое, что мы делаем, это по этой случайной работе все работы сортируем. Некоторые из них откладываем в кучу, которые до по алфавиту, а некоторые, которые после. После этого мы раздаем эти две кучи двум людям, которые должны с ними сделать то же самое. И каждый из них выбирает свою кучу, свою работу, делит все на две кучи и столь раздает еще кому-то. То есть получается, дерево рекурсии. Мы задачу сводим к двум, она сводится к двум и так далее. Ну, наконец, до какого-то момента у каких-то людей уже останется маленькая стопка, когда нет смысла дальше раздавать. Ну, тогда ее можно просто отсортировать так, как угодно. И после этого, значит, представьте себе, что эти два человека вернули свою стопку. Что с ними нужно делать? Из них нужно сделать одну стопку, просто вот прямо соединить. А ту работу, с которой мы начинали, куда вложить? Между ними посередине. Вот ровно так и действует процедура Крюксо. Да. Девушка сказала, на самом деле, что по первой букве. Просто ваша процедура, это когда фамилии, они такие странные, что их можно сравнивать, но у них нет вот этой структуры. Да, есть другой способ. Можно взять большую стопку, вот как раз как это, написать тут А, Б, В, Г, Д, там и так далее. После чего брать работу. На ней там, калмогоров, смотрим букву Х, или там, гельфан, смотрим букву Г и раскладываем на 32 стопки. После этого, или 33, ну на самом деле, конечно, некоторых никого не будет. Вряд ли у кого-то фамилия начинается на мягкий знак, но тем не менее. Дальше, каждую стопку, ну она может быть уже такая маленькая, лучше нет, сложно сортировать. А если она большая, как можно рассортировать дальше? По второй букве. Значит, соответственно, выкладываем уже отдельно для сортировки этого, выкладываем по второй букве. Ну и через некоторые стопки станут маленькими, дальше мы просто проходим, вот после того, как они по каждой букве уже отсортированы, что мы делаем, мы просто проходим и собираем их все в одну и получаем в одну большую стопку. То есть, на самом деле, это тоже есть такое дядьло название, это называется «Разить сот, чему-то». Не знаю, почему. Ну а это тоже быстрый алгоритм, если можно по буквам. Если это какие-то объекты, которые вы можете сортировать именно по их буквам. Если вам даны, я не знаю, 100 гирь, которые будут сравнивать по весу, то по гири не написано, никаких букв нет, просто есть весы, которые сравнивают, тогда это не годится. Может быть, кто-нибудь еще, кстати, уже раз мы про это заговорили, может быть, кто-нибудь еще знает другие алгоритмы сортировки, быстрые. Например, есть такая вещь, называется «сортировка слияния». Кто-нибудь знает, что это такое, нет? Слышали. Поднимите руки, кто слышал это слово. А, ну, видно, что вас еще не учили. Это самая олимпиада программирования, как участвовать, потому что там все. Идея такая, что не будем делить стопку. Я начал называть «меручную». Не будем делить, как мы делали, мы будем искать случайную пункт. работу и делить по ним. Мы просто разделим работы так, как они лежат, сразу на две кучи. И дадим этим людям отсортировать. Но что? На этом мы сэкономим, что не нужно их сначала делить. Зато их потребуется потом соединять. Как вы будете соединять, понятно это? Вот у вас есть две кучи, там, ну, я не знаю, там работы, сортированные кем-то одним, и работа сортированная кем-то другим. Вы хотите их все сортировать вместе, соединить, эти кучи. Как вот это, собственно, слово «merge» означает слияние? Как вы это будете делать? Идти подряд. Идти подряд. Вот у нас лежат две кучи. Что мы делаем? Смотрим на первые работы. Смотрим, какая раньше по алфавиту. Там, я не знаю, там Аввакумов и Абросимов. Выясняется, что Аввакумов раньше. Что мы делаем? Аввакумов забираем. Дальше мы... Одна у нас уже лежит. Готовая. А дальше там Аввакумов остался, а там следующий, там Аввакумов. Тогда, значит, мы выбираем Аввакумов. То есть каждый раз мы в двух кучах смотрим, какая раньше, и ее берем. Это тоже не так долго. Потому что, ну, мы каждую работу один раз просматриваем. Мы один раз теперь на каждом шаге делаем одно сравнение, и одну работу забираем. То есть всего нам понадобится 100 образ сравнений, сколько работает. Это называется многое число.